как я докатился до жизни до такой но сейчас и узнаете буквально недавно я смог преодолеть все свои страхи по отношению колющим и режущим и остальным предметам все что вы увидите в этом ролике абсолютно безопасно если выполняется под наблюдением экспертов подобные практики существуют уже не первый год но я должен предупредить о том что выполнять их дома без должной подготовки и самостоятельно ни в коем случае нельзя просто недавно мне написала подруга и сказала не хочешь ли ты пройти экстремальные практики ну вот меня и пригласили пройти экстремальные практики я честно сказать не совсем понимаю что меня ждет да и вообще экстремальные практики это просто ходить в питере в такую погоду возле крыши пойдем проверять всем привет меня зовут валентин сайгак окопотеренный войсер окомагистр ордена энергетических сомелье вам кстати не печет я просто тут решил немножко костерку разжечь просто холодно как на улице нынче и сегодня я вам расскажу о том что бодрит намного лучше чем любой энергетик я попробовал на себе все хождение по стеклу лежание на стекле стояние на острых ножах в меня кидали нож я стоял на гвоздях я ломал горло палкой не кстати до сих пор вот здесь остался небольшой синячок еще и постоял на гвоздях и довольно продолжительное время как для новичка я думаю час двадцать это нормально наверное не знаю конечно же отчасти все эти практики они основаны на эзотерике познание себя на каких-то внутренних страхах на проработке этих страхов но лично я смотрю на это со стороны физических психических и каких-то эмоциональных внутренних там установок проблем страхов и так далее именно это одна из причин почему я вообще туда пошел во-первых это жутчайший интерес что такое блин стоять на гвоздях что такое когда в тебя кидают нож это было кстати очень страшно и вы об этом еще увидите насколько действительно режущим оказывается битое стекло тоже вообще без понятия честно сказать я пришел туда в полном неведении но атмосферой вся обстановка которая там была в принципе позволяла довериться людям с которыми я познакомился так мне в это литопуле здесь довольно просторно это я уже снимаю просто и вот проход вот сюда тут привет я не знаю что меня ждет естественно первым делом мы просто спокойно все обговорили поговорили кто мы поговорили зачем мы поговорили о чем мы и так далее таким образом как бы возникает доверие к людям и ты понимаешь что целом тебя никто здесь ранить не хочет он просто хочет предоставить тебе своеобразный способ пройти через себя то есть ощутить вот это что это такое и понять как это работает буквально через 15-20 минут после того как мы все обговорили немножко попили вкуснейшего чайку мне просто сказали а вот у нас как бы есть мешок а там как бы битое стекло смотри стекла действительно настоящие причем я кстати взял первое стекло оно такое знаешь ну было не заточенное такой они а потом попробовал не они заточены но они колючие на самом деле так что впиться в ногу могут но можно попробовать если честно я не переживал что этом порежусь или там как-нибудь ранюсь меня это никогда особо не волновало у меня достаточно высокий болевой порог и каких-то страхов по отношению к травмам я не имею но был один момент который меня очень сильно волновал потому что буквально за пару дней до того как мне нужно было идти стоять на гвоздях я себе набил татуху на пятки я понимаю нога не самая чистая но извините у меня кот дома ты поскольку ты ногу не чист сколько ты полы не протираю я думаю вы прекрасно понимаете что все равно будет какой-то определенный срач первым шагом в неизвестность было просто встать на стекла набитые стекла не попробую сам потому что а блин оно такое мягкое забавно на самом деле я всегда думал что битое стекло оно как бы так сказать жесткое просто как-то было так то что в детстве я катался на льду и меня толкнули я просто упал вот себе ногу растем и вот с тех пор у меня было такое ощущение того что ну стекло это что-то опасное и еще что-то в этом роде ну а сейчас я прекрасно понимаю что можно на нем спокойно ходить если ногу напрячь то скорее всего я болею вот но если просто расслабляешь стопу ты просто ходишь вот и ходишь вот и ходишь стекло будто бы ты просто стоишь на ты резкающимся льде никакой опасности особо ты от этого не чувствуешь по крайней мере я не почувствовал я заранее извиняюсь да за способ съемки который был просто потому что камеру я с собой не взялся снималась на телефон и к сожалению снималась не профессиональным оператором а вот девочкой которая тоже проводила эти практики за что и большое спасибо что она подсобила и все отсняла поэтому местами возможно будет где-то дергаться ну я думаю вы понимаете да и к тому же я думаю в принципе такой подход у нас в такой более какой-то уютные ламповые будто бы вы просто вместе со мной там побывали после того как я немножко походил на стекле мне просто сказали раздевайся и такой чё говорит раздевайся это ладно безопасная штука на самом деле опять же лежать на нем словно ты лежишь на льду ничего тоже не еще ни каких-то там болезненных ощущений или еще чего-то по большей части здесь вопрос о собственных страхах боишься ты этого или нет ну и я как-то спокойно лег после чего на меня еще и сверху встали для того чтобы продемонстрировать что как бы можно еще и вес другого человека на тебя поставить и с тобой будет все в порядке главное чтоб ты доверял этому человеку но к сожалению это не попало на камеру потому что все кто мог это отснять они просто были заняты тем то что стояли на мне на меня просто взяли и скинули нож наточенный нож прикольно страх такой на долю секунды проявляется а потом это даже не поранить это даже не больно было это круто это мне понравилось ощущение своеобразное вот именно и этого я больше всего боялся я и сейчас на ней физиолог не математолог и с точки зрения физики рассудить каким образом падающий на тебя заточенный острый нож тебя не ранит я точно вам не смогу как я понял это достаточно безопасно нож настоящий абсолютно реальный он даже заточен так что да в меня сегодня бросили самым настоящим ножом это кстати было страшнее всего я видел это дружелюбное настроение на лице поэтому я не сильно испугался следующее что предстояло мне сделать после того как на меня уронили нож это просто постоять на заточенных ножах тоже забавное ощущение я вот дома очень часто но у меня много ножей в принципе я любитель всяких таких штук я знаю примерно как это работает я знаю что допустим если в руку взять нож и зажать его он тебе не порежет пока ты не сделаешь остаток по ощущениям это скорее как стоять на очень тонких перилах точно не порезался нет все в порядке не член не повредил все нормально член в порядке ну они прям острые они прям слышно как они это кухонные да такие кухонные кисаки скажем для мяса офигеть вот такие ножи я люблю конечно короче вот иногда я просто беру так допустим зажимаешь даже если очень сильно давить ну ты же сам иногда не делал то же самое да да это абсолютно то же самое то есть вот сколько бы ты не жал какой бы силы не давил он тебя не порежет пока ты не проведешь потому что тут как бы банальная физика при этом работает довольно странным этапом следующее было это когда я вот его не совсем понимаю это скорее с точки зрения эзотерики нужно рассматривать первое это как бы стихия воды где ты все это обволакиваешь как вода и вроде как противостоишь этому точнее с этим дружишь и ты должен понимать что все безопасно но потом меня заставили проглотить огонь чтобы твоя небо не загорелось по технике безопасности плотно закрывай рот только не держи его открытым не будет кислорода огонь потухнет ну что теперь ты полон огня довольно вкусно на самом деле как и все дети в детстве я поджигал спички клал в рот и прекрасно понимаю что это полностью безопасно если полностью закрыть рот нет доступа кислороду и соответственно огонь не горит у вас в закрытом пространстве и тут началось самое муторное для меня это попытка сломать палку горло я просто не понимал как это должно сработать вот когда она вот так горло подходит поэтому не внушает доверие но с другой стороны слушай это интересно я просто не мог довериться чертовой стене и влететь в нее по инерции вот взять и вот это всем телом напилить потому что я не доверяю стенам в стену я могу убиться поэтому если кто-то вдруг подумал до этого что вау нифига себе да у него все с первого раза получается он ничего не боится это нет ломать палки горлом оказалась довольно сложно для меня ай у меня больше голова напрягается давай ах эх вот кого-нибудь когда-нибудь душили Essa Ну ладно, может быть для кого-то будет знакомое ощущение, если в горло кого-то били, или когда вот по кадыку ты ударялся, или там может быть что-то вот подобное, есть такое ощущение, есть небольшое болевое ощущение, но с другой стороны есть легкое осознание того, что это полностью безопасно, то есть, но оно как раз таки легкое, и если вот человек, как я, который больше думает, который больше анализирует, нежели чем такой, вот, хоп, и делает, прежде чем сделать, ему будет довольно сложно пойти на это, это, причем вот там стоять на ножах, или там танцевать на стекле, или лежать, или когда на тебя нож падает, все было просто, потому что там работают по большей части нижние конечности, но когда ты задействуешь голову, голову всегда ты держишь в безопасности, потому что это у нас такой инстинкт самосохранения, вот, поэтому ломать палку оказалось сложнее. Естественно, когда я уже не смог сломать уже раза с 15-го, с 20-го, я понял, в принципе, как это работает, немножко, мне предложили, а слушай, давай мы сломаем палку вместе, то есть, горло об горло, небольшой страх после этого появился, потому что ты как бы ответственен за человека, и тут тебе дают уже не вот такую вот палочку, а вот такую палку, блин, здоровую, которую тебе надо сломать самым мягким местом на горле, это очень странно, но у нас получилось. И тут мы переходим к самому интересному, там был столик, на котором мы пили чай, такой небольшой а-ля японский столик, просто на котором все располагается. Так вот, оказалось, что это платформы с гвоздями, которые раскрываются, там вот такие вот огромные штыри, которые пипец какие острые. Мозг будет тебе накидывать то, что, да, ты что-то болен, что ты можешь там проткнуть, собственно, это сопротивление тебя сейчас как в жизни, когда ты встречаешь какую-то проблему, да, ты мозг такой, зачем ее решать, давай лучше там сойдем. То есть здесь также мозг будет набрасывать то, что давай встанем, когда просто эта проблема нужна, боль, не проблема, ее нужно принять, да, больно. То есть даже сам себе, ты можешь спросить, зачем мне сейчас эта мысль пришла в голову, и мозг такой, ну, и все, у него ступор начинается. После этого мысли как будто растворяются, и ты больше уходишь в музыку, уходишь в себя, то есть гвозди, которые лежат, это именно про расслабление. Получается, что от того, что на спине вот, да, вот здесь у нас широчайшие мышцы, очень сильно задействованы на позвоночном столбе, где-то сильный плиток крови, и ты прям, организм, тело все так расслабляется. Все органы омываются, да, хорошо, лимфа начинает работать. Очень странное ощущение в голове, что тебе как бы нужно еще на это лечь. На самом деле, по первым ощущениям, это пипец как больно, вся спина, она будто горит. Но буквально через 5 минут ты находишь в себе какую-то странную ассоциацию о том, что это далеко не гвозди. Ощущение, будто ты просто лежишь на кушетке, на плоской, на достаточно жесткой кушетке, на которой, ну, чуть-чуть, немножечко выпиваются пружинки. Становится лежать просто элементарно и спокойно. То есть, если кто-то лежал на кроватях неудобных, то, я думаю, они поймут. Хотя здесь, на самом деле, на гвоздях лежать намного удобнее. Я бы даже сказал, что прикольнее, чем на мягкой кровати. То есть, какие-то у тебя интересные ощущения появляются. Полезные. Так, мне только что-то в глаз попало. Пролежал на них больше 40 минут. При этом за прекрасной беседой с девчатами. Просто замечательно. Оно так у многих или у всех по-разному, я думаю? Со временем, кстати, появляется такое легкое ощущение левитирования. Видимо, тело привыкает к боли, которую ты испытываешь. То есть, ты ее не терпишь, ты ее не замечаешь. Ты просто как бы принимаешь, что вот тебе больно. Ты начинаешь спокойно лежать на гвоздях. Бодрит. О, приятно. Бодрит просто невероятно. Когда ты поднимаешь, ощущение, будто ты с иголки встаешь. То есть, только будто бы эту иголку ты не сразу вытащил, когда вот она на шоковом состоянии. А будто бы ты вот эту иголку оставил, и пока не дошел домой, еще не потеребил ее, пока не вытащил ее из ноги. Вот примерно такие ощущения. И я иногда приподнимался. Ну, то есть, просто хотел понять, как эти ощущения. Но, видимо, из-за того, что до конца ощущения не проходят как реальные физические. Да нет, все в порядке. Ты не понимаешь, отсоединился ты от гвозда или нет. Я наоборот прижимался, там чуть-чуть приподнимался. А вот когда тебя именно поднимают, тебя будто срывают. Нет, вот, прекрасное сравнение. Когда ты влип в клей, в такой сильный строительный клей, и пытаешься резко разорвать руки. Вот это вот ощущение немножко жжения и такой резкой небольшой боли. Вот это, наверное, будет лучшим сравнением. Тебе понравилось? Да, слушай, это прям клево. Что ж, спина выглядит довольно интересно. Весь у меня сейчас... Нет, к сожалению, не увеличивает. Но я на монтаже приближу. Вы видите? Это забавно. Там такие точки. Найс. Ощущения клевые? Ну и в завершении всего этого действия, естественно, было самое коронное. Самое сложное, как мне сказали, это стоять на гвоздях. Очень своеобразная, но достаточно приятная практика стояния на гвоздях. Я вообще теперь задумываюсь о том, может быть, мне тоже их прикупить домой. Ну, это нужно еще немножко так обдумать. Красный и черный. Красно-черный, скорее всего, это прикольная штука. За счет болевых ощущений и за счет того, что ты немножко отключаешь свой мозг, действительно уходишь в такое немножко бессознательное состояние. И пытаешься найти внутри себя ответы на вопросы, которые даются сознанием. Ну, то есть, к этому думалкой, к которой мы все привыкли. Но вот оттуда. То есть, если кому-то будет проще, из-под затылочной части. Очень своеобразно, очень необычно по ощущениям сейчас, если кому-то интересны конкретно болевые ощущения, ни с чем не сравнимо. То есть, если, когда лежишь на гвоздях, были какие-то сравнения, то вот здесь нет никаких сравнений. Единственное, что могу сказать, ощущение, будто бы ты наступил на кучу гвоздей. Я так мыслю, у меня более рациональные мысли, они больше подвержены логике, я всегда люблю осмысливать ситуацию, в которой я нахожусь. Ну и плюс, мне необходимо было пересказать вам эти ощущения и показать, что это такое. Это больно. Не настолько больно, чтобы взять и сразу же убежать оттуда, сойти и все. Так, а ты с пятки? С пятки на носок и сидят шок. Ну ладно, фиг бы с ним стоять на гвоздях. Или лежать на гвоздях. Но вот сходить с них, или, допустим, слезать с них, когда ты на них лежал, это самое болючее. Ну, не супер больно. Ох. Вот это больно. Может показать что-то целое. Оу, да, а, статижем стоять. Это самое красивое. Стоять сложновато, наверное, ничего не видно там. Ой, хорошо, ой, красиво. А когда ты встаешь ногами с гвоздей, было два варианта, кстати, просто сесть обратно на стул и поднять ноги, либо пройти вперед. Ну, я выбрал, конечно же, пройти вперед. Я что, не профи, что ли? Да, я не профи. Я что, первый раз стоял? Да, я первый раз стоял. Но я очень хотел попробовать, что такое вот сделать все полноценно, сделать так, как надо. Ну, естественно, я просто шагнул вперед с гвоздей. И это оказалось довольно больно. Я только слез с гвоздей. Ноги выглядят вот так. Это, знаете, стоять не так больно, как с них сходить. Вот когда ты пытаешься уже ходить на ногах, они, в общем, выглядят вот таким вот образом. Все в дырках. Ничего не проткнулось нигде, абсолютно. Но... Ощущение очень своеобразное, очень интересное. Ну, ух, пяткой стал. Потом меня ждала сауна в кедровой бочке и массаж в четыре руки. Вообще замечательное ощущение. Всем рекомендую. Прекрасно. Просто расслабляет после всех этих физических, психологических и эмоциональных нагрузок. Это тебе на память повеешься на стенку. Я тебя поздравляю, ты классный. Спасибо. Ну, ты тоже классный. Вот как-то таким вот образом проходят экстремальные практики. Мне очень хотелось вам показать, что это такое, что это вполне возможно. Просто сделать на них небольшой обзор, рассказать свои ощущения от всего этого. Ощущений куча, куча эмоций. Очень похоже на поход к психологу. Буквально недавно ради интереса я тоже ходил к психологу. Просто проверить, что у меня творится в голове, понять для себя какие-то мысли. И вот стояние на гвоздях и вот этот проход экстремальных практик очень с этим схожи. Я пока не знаю, как точно назвать эту рубрику на моем канале. Потому что мне хотелось бы заниматься чем-то вот таким. Я надеюсь, что вам очень понравилось. И вы поставите хотя бы 5000 лайков для того, чтобы продолжались вот такие вот ролики. Если вы очень этого хотите, не только же мне энергозы обозревать. Мне бы хотелось с вами делиться какими-нибудь интересными местами. Интересными, пускай и не только экстремальными, но просто развлекательными программами, которые можно пройти в Санкт-Петербурге, там, Москве или в других городах. Ссылки на девочек, которые все это организуют, я оставлю в описании. Также там и другие ссылки, на которые можно классно перейти. Если вам интересно, то вот в Санкт-Петербурге будете, можете спокойно к ним заглянуть. Они всегда рады новым людям. Поэтому спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Показывайте, как смело я проходил все эти практики. Как я не боялся этого, что я даже не плакал. Передавайте привет маме. Вы самые лучшие. Но чтобы быть лучшими, естественно, нужно поставить лайк этому ролику. Алгоритмы Ютуба. Такая фигня сейчас. Представьте, если бы меня сюда пригласили, потому что мне упало. Хочется поприкалываться.